Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами снова игра Думай, Знай, Познавай, Супер Блиц. И мы снова вышли на улицы нашего города для того, чтобы задать 5 коротких вопросов жителям нашего города и проверить, насколько они готовы на них ответить. Ну что, спросим? Здравствуйте, присадитесь, пожалуйста. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Елена. Очень приятно, меня Кирилл зовут. Очень приятно. Ну что, я вам задам 5 коротких вопросов. Вам нужно дать на них постараться, конечно, 5 правильных ответов и заработать заветные 20 баллов для того, чтобы заработать Кубок Видное ТВ. Главный приз наш. Готовы? Готова. Поехали. Первый вопрос. Отказываясь признавать победу советской армии, поверженные немецкие командиры говорили, что войну выиграли генерал Мороз, генерал Грязь, и генерал – это существо живое. Что это за генерал? Живое такое существо. Маленькое. Вязли в грязи танки, машины. Потом мерзли немецкие войска. Сейчас у нас, кстати, 80 лет обороны Москвы. Нет, я знаю, да. И были еще зверьки такие, которые тоже умудрялись выводить из строя немецкую технику. Это что за зверьки такие? Мыши, крысы. Нет? А на сколько уверены, если так? На три уверены. На три уверены. Это правильно, генерал Мыш. Эти зверяки залезали в технику и перегрызали проводку. И поэтому, когда немецкие генералы потом уже… Даже животные наношили. Естественно, естественно, да. Свою территорию. Да, даже животные защищали свою территорию. Второй вопрос. Это ответ в вопросе. Будет четыре варианта ответа. Какая столица стала первым городом-миллионником в мире? Рим, Афины, Шанхай или Дамаск? Рим. Рим. Там уверена. На три. На три. Правильно. Это действительно Рим. Этот памятник был олицетворением празднования тысячелетней годовщины образования русского государства. Кого на этом памятнике нету? Ивана Третьего, Алексея Михайловича, Николая Первого или Ивана Грозного? Сейчас скажи. Еще раз Первый. Иван Третий, Алексей Михайлович, Николай Первый или Иван Грозный? Ивана Третьего. Иван Третий. Ну, Иван Третий, скажем, избавил нас от татарского ига. Неужели его там не заслужил себе место? Все должно быть. Значит, тогда Алексей Михайлович. Алексей Михайлович? Ну, а почему Алексей Михайлович? Интуиция. Интуиция. А вот, например, при Алексее Михайловиче Россия приобрела больше всего земель. Вот матушка Россия наша такая. Вы мне сейчас подсказываете, я поняла. Еще раз варианты. Варианты. Иван Третий, Алексей Михайлович, Николай Первый или Иван Грозный? Иван Грозный. Иван Грозный? Да. А его почему? Не знаете. Интуиция. Интуиция. А на сколько интуиция подсказывает? На три. На три. Иван Грозный. Памятник устанавливался в Великом Новгороде. На самом деле, неоднозначная вся ситуация была с Иваном Грозным. Многие говорят о том, что сами новгородцы настояли на том, чтобы Ивана Грозного там не было. Хотя история, как говорится, доподлинно это неизвестно. Но Ивана Грозного действительно нету. Такой вопрос. Гитарист группы Queen Брайан Мэй всегда использовал вместо медиатора этот предмет. По словам музыканта, медиатор слишком гибкий. А еще одним преимуществом данной вещи является ее зазубренные края, что помогает извлечь особый скрежащий звук из струн. Что он использовал? Варианты есть? Вариантов нет. Напильник. Напильник. Ну вот, представляете, да, он с напильником. Ну, с пилой так. А, с пилой, да? То есть вот он выходит, группа Queen, да, и с пилой давай по электрогитаре ее распиливать. И к концу песни там, значит, солист допел. Хорошо, зазубренный, но он на чем? На чем у нас на круглом есть зазубренный? То есть вот медиатор, вы представляете, как используется медиатор? Да, я знаю, что такое и как он используется. Вот, вот, здорово, медиатор. И вот представляете, да, что за место медиатора можно взять с такими зазубринными? И чтобы вот такой скрежет по струнам был. Нет ответа. Нет ответа. Ключ. Ключ. На сколько уверены? На 4. На 4. К сожалению, это неправильный ответ. Правильный ответ – монета. Он использовал монету вместо медиатора. В казино Монте-Карло существует запрет на посещение этого казино определенной группы людей. Что это за группа людей? Вот, знаете, да? Монте-Карло. Такой город. Государство Монако. И вот там есть группа людей, которым запрещено приходить в казино. То есть, представляете, да, обычно туда людей завлекают? Наверное, это программисты. 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 А почему? Ну, потому что они просчитывают. Они просчитывают. То есть, вы считаете, что они просчитывают, и поэтому из-за этого им туда запрещено приходить? Ну, возможно. Возможно. А на сколько вы уверены? На 4. На 4. К сожалению, это тоже неправильный ответ. Правильный ответ. Жителям самого Монако запрещено посещать казино. Да. Любой другой житель, пожалуйста, любой другой стороны. Ну, понятно, чтобы доход не уходил из города. Чтобы доход не уходил из города. Пусть будет так. Но в любом случае, я поздравляю вас. Вы набрали всего 9 баллов, поэтому этого недостаточно. Так что от нашей программы, от телекомпании Видное ТВ мы выдаем вам утешительный приз. Вот такой вот браслетик. Пожалуйста, покажите его. Носите его. Показывайте о том, что вы были участником игры Думы, Знай, Познавай, Супер, Блиц. Спасибо вам огромное. Я вас благодарю. Удачи вам. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.